Всего несколько часов остается до исторической даты 75-летия победы Великой Отечественной войне. Нет в России и в бывших советских республиках семьи, которая бы не отправила на войну родных. На весть о нападении врага откликнулись и в горных аулах Кавказа. Из Карачаева-Черкесии на фронт было отправлено 46 тысяч человек, в том числе 800 женщин. 32 584 бойца не вернулись домой. Среди них и Хусейн Гатаев, житель аула Каменомост. Хоть он и погиб в первые годы войны, но для семьи Гатаевых остается героем. О нем помнят внуки, рассказывают правнукам. Мадина Каракетова, далее. Ежегодный официальный визит перед днем победы к мемориалу павшим солдатам в Карачаевске, на котором увековечено имя прапрадедушки Хусея Гатаева. С неизменными красными гвоздиками, символизирующими свободу, честь, верность и пролитую кровь, стал для жительницы Черкесской Дианы Бабоевой маленькой личной традицией. Впервые сюда Диану привела бабушка Салима. Среди множества фамилий героя войны Диана находит родную и мысленно разговаривает с прапрадедом. На этом памятнике увековечено имя моего прапрадедушки. И хоть я и не застала моментов его жизни, но я знаю, что он был героем. На каждый день победы я прихожу сюда, чтобы высказать свою гордость. Я очень горжусь им и люблю его. На песне нам старе Дианы Бабоевой единственный портрет прапрадедушки Хусея Шугаевича Гатаева. Его в семье берегут, как зеницу ока. Самоизоляция – прекрасная возможность посвятить время чему-то важному, помимо школьных заданий, говорит Диана. И она ищет информацию о прапрадедушке. О Хусее Гатаеве она скупая. Лишь рассказы прадедушки от зрето до сухой архивной информации из цифр. Насколько нам известно, его последним местом службы стала 97-я стрелковая дивизия, в которой он служил снайпером. Он был убит под деревней Малая Пальчикова 13 июля 1943 года и похоронен в Орловской области. Зная о том, что творилось в районе Болхова Орловской области, где, кстати, и похоронен Хусей Гатаев, остается лишь предполагать, как он погиб. Болховская операция предполагала окружение группировки вермахта в районе Болхова, затем освобождение городов Орел и Болхов. Операция успехом не увенчалась. Советские солдаты не могли прорвать глубоко эшелонированную немецкую оборону. Советской армии удалось лишь продвинуться на 10-15 километров с большими потерями. Но эти бои хорошенько расшатали нервы врагу. Свою лепту в дело победы в течение всей войны вносили снайперы, и о их роли красноречивее всего говорят сохранившиеся письма вражеских солдат. Советский снайпер – это что-то ужасное, от него не скроешься нигде. Малейшей неосторожности – получишь пулю в лоб. Снайперы часами лежат на одном месте и берут на мушку всякого, кто покажется. Только в темноте можно чувствовать себя в безопасности. В наших окопах висят транспаранты, осторожно стреляет русский снайпер. «Я хорошо представляю своего прапрадедушку, может, одним из тех, кто внушал врагу такой страх, был ухусек Гатаев. Десятки снайперов впоследствии увековечили свое имя, и если бы мой прапрадедушка дошел бы до конца уверенно, его имя обязательно было бы в тех списках», – говорит Диана. «Схватки были ожесточенными, но он героически воевал. Из своей снайперской винтовки он убил ни одного фашиста. Также с ним вместе на фронт ушел его родной младший брат Гатаев Юнус Шогаевич, который в первый же год службы на фронте попал в плен в Литве в 1941 году. В ноябре 1941 года он скончался в плену». У Дианы Бабуева мечта. Сто взрослым самостоятельным человеком она обязательно посетит места, где воевали и погибли прапрадед Хусей Гатаев и его брат Юнус. Не все дошли до победы, но именно те, кто погиб по пути к ней, во многом сделали ее возможной, считает Диана. И если каждое поколение детей будет знать историю своих прапрадедов, знать цену, которую они заплатили, страна по-прежнему будет великой. Советские солдаты ценой миллионов жизней и положенных на алтарь победы одержали ее. Я думаю, что это пример для подражания для нашего поколения и всех следующих. Это пример героизма и самоотверженности, которому мы все должны последовать в будущем. История через десятилетия и поколения проносит имена героев, отличившихся в боях и награжденных за свои заслуги. Около 12 миллионов солдат остались в сырой земле. Чьи-то имена до сих пор неизвестны. Они лежат в братских могилах и значатся как безымянные или неизвестные солдаты. Но каждый из них герой уже только потому, что взял винтовку в руки и не пожалел жизни ради Родины, считает Диана Бабоева. И пост в соцсетях единственное, что школьница может сделать в условиях самоизоляции в честь Великой Победы, она посвятит именно им. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.